Приветствую вас. Я отвечу на ваши вопросы сначала, а потом проанализирую ваш текст. Значит, первое. Первый вопрос. Кто прав в этой ситуации? Правых и неправых здесь нет. То есть, каждый прав по-своему, по сути дела. Я понимаю, что вы хотите получить поддержку от нас. Я понимаю, что вам было бы легче, если бы мы сказали, что, допустим, правы вы и неправа мама. Но, понимаете, во взрослой жизни, вообще в жизни, нет такого, прав или неправ. В жизни есть только то, чего хотите вы, и то, как вы этого добиваетесь. И чего хочет другой человек, и как он этого добивает. И как то, что вы чего-то добиваетесь, влияет на другого человека. Понимаете? Вот. Поэтому здесь можно оперировать только такими понятиями. Поступила ли мама как-то необычно для себя, ткнув вам письмом в лицо, достав его из рюкзака? Нет, не поступила. Особенно в контексте того, что она вас контролирует, да? То есть, если бы она не контролировала, если бы она не следила бы за вами, если бы она не оберегала бы вас, то можно было бы сказать, да, она поступила странно. Но так, ее поведение вполне себе нормально для нее. Для нее. Поступили ли правильно вы в том, что договорились с парнем о таких письмах? Ну, опять же, опять же, да, потому что это ваш выбор. Опять же, да, потому что это ваше решение, ваше сознательное решение. Понимаете? Поэтому я думаю, что в этой ситуации каждый из вас вправе поступать так, как он считает нужным. Если для вашей мамы подобное поведение неприемлемо, но оно никак, это поведение ей не вредит, а по факту ей оно не вредит, кроме только того, как мне кажется, что она не хочет, чтобы вы уходили, не хочет, чтобы вы становились самостоятельно, не хочет, чтобы вы выскочили из-под ее крыла, из ее гнезда. Она не хочет вас терять, потому что тогда она останется одна. Также нужно понимать, что у вашей мамы, видимо, есть проблемы с отцом вашим, потому что она одна. И она наверняка имеет что-то против мужчин, против секса, и скорее всего, в общем-то, к вам относится, ну, достаточно негативно. Ну вот. И в этом кроется причина, почему она так относится ко всем проявлениям личной и интимной жизни. И в этом кроется причина, на мой взгляд, того, почему вы относитесь к сексу так, как относитесь. Далее, значит, ответ на второй вопрос заключается в том, что сексом нужно заниматься тогда, когда этого хочется. Но только с тем человеком, которому вы доверяете, и только, ну, понимаете, с такими ожиданиями, чтобы не было потом больно. То есть секс – это получение удовольствия, секс – это проявление любви, да? Вот. Если вы чувствуете, что молодой человек вас любит, если вы чувствуете, что вы любите его, и если вы чувствуете, что он не только хочет от вас секса, но его волнует, и вы в целом занимаетесь на здоровье. Это нормальная, в общем-то, жизнь организма. И сексуальное желание – это такое же желание, как и все остальные, да? Там, поесть, попить, поспать и так далее. Вот. То есть секс – это абсолютно нормально. Если вы не доверяете человеку, или если вы ждете от секса чего-то невообразимого, или если вы ожидаете, что после занятия сексом у вас с молодым человеком отношения изменятся, вот здесь, мне кажется, с сексом заниматься не стоит, потому что после него может наступить разочарование. Просто если вы воспринимаете секс только как проявление любви, возможность проявить любовь и получить удовольствие, да? То есть возможность доставить удовольствие своему мужчине, например, лаская его и доставляя ему наслаждение, и желая получить от своего любимого молодого человека такое же наслаждение, если вот это, то это нормально, это в норме. Если что-то другое, что-то иначе, то нет. И заниматься сексом, конечно, не стоит. И, как вы сами понимаете, от возраста это не зависит. То есть можно и в 16 лет заниматься сексом, если это нормальное к этому отношение, как бы. Ну вот, в 15 лет, в принципе, можно заниматься, да, вообще с момента полового созревания можно заниматься. Просто почему от этого стараются уберечь детей, потому что, как бы, они, во-первых, не соблюдают правила безопасности, да, техники, а во-вторых, ожидают от этого чего-то невообразимого, то есть вкладывают значение, и, в-третьих, после этого остаются какие-то травмы, которые влияют на всю оставшуюся жизнь, и поэтому молодых людей пытаются уберечь от этого. В частности, именно это пытаются сделать ваша мама, руководствуясь своими несколько старомодными представлениями о том, что правильно, а что нет. Вот. То есть, значит, я не очень понял, в какой ситуации кто прав, понимаете? Что-то ваша мама нарушила ваши личные границы, ну да, это, безусловно, не делает ей честь, но то, что вы оставили, как вам указал уже мой коллега, письмо за нее досягаемости, тоже как по моменту. Особенно, с учетом того, что вы знаете, что она вас контролирует, знаете, что она считает вас самостоятельно, значит, знаете, наверное, что ей доверять нельзя. Уж она вам не доверяет точно, но особенно с учетом того, что она вас обзывает и так далее. И если вы при всем при этом оставляете письмо так, чтобы она могла найти его, ну, значит, здесь есть какой-то скрытый мотив, я полагаю. То есть, либо вы хотите, чтобы она так вот выразила вам свое внимание, то есть, подсозначно хотите, хотите обратить на себя внимание ее, вот. Либо вы просто пренебрежительно к этому относитесь, либо склонны еще жить немножечко в иллюзиях, в розовых очках, вот. Если перед таким человеком, как мама ваша, лежит письмо, да, ну или рюкзак, и у нее обязательно возникает желание проверить, что там, порыться в нем. Потому что ваша мама такой человек. Можно ей за это ругать, можно считать неправой, да, можно, но что это даст? Ничего, по факту, да? Вот. Поэтому, понимаете, ну, вы уже достаточно взрослая для того, чтобы делать так, чтобы действительно важные вещи, действительно важные моменты не были маме известны. Вот то, почему вы попались в эту ситуацию, требует разбора, понимаете? Либо это просто безответственность, ну, которую вы еще могли не научиться, хотя красный диплом у вас, то есть, вроде бы, здесь все нормально. Ну вот, и игры, и вот эти вот с молодым человеком, да, то есть, какие-то ограничения, обещания у вас, вот. То есть, видимо, тут какая-то ответственность все же есть. Ну, мне кажется, что это подсознательное желание обратить внимание мамы на себя. Могу ошибаться, конечно, вот. То есть, с этой позиции, да. Спасите того, что она прочитала письмо, с учетом вышесказанного. Да нет, она опять-таки, нельзя ее назвать неправильно, потому что, ну, выжинаете свою маму, да. И, наверное, понимаете, что если человек, допустим, буддист, да, то для него грех это, вот, что-то сделать плохое, там, жуку и так далее. Можно ругать, говорить, говорить, что буддист плохой, потому что он придает много значения убийству жука, например. Я думаю, что нет. Можно назвать плохим человека, который, будучи авторитарным и контролирующим все и вся, прочитал или полез в чаши вещи? Нет, нельзя. Потому что для этого человека это свойственно, это естественно. Можно ли считать неправильным поведение вашей мамы, когда она, будучи, ну, скажем так, старых взглядов, да, или консервативных взглядов, она расценила как разврат то, что написано в письмах? Можно ли считать такую реакцию неправильной? Нет, нельзя, потому что, это она, это ее проявление, это ее естественное проявление точки зрения и взгляда на мир. Можно ли считать, что вы неправильно-неправильно сделали то, что стали с молодым человеком играть в такие игры? Вот, понимаете как? С точки зрения мамы, больше дач им нет. То есть, наверное, я ещё раз расскажу. С точки зрения мамы, вы сделали правильно, что не вступали в сексуальные отношения с ним. Но вот, со своей точки зрения, вы сделали неправильно. Почему? Вы его любите, вы хотите с ним быть, у вас уже во все играют гормоны, а вы себе запрещаете, если вы говорите, может быть, у нас с гормонами что-то не всё в порядке. Но что там не всё в порядке-то, если вам 18 лет? Самое оно. Самое оно. Вот откуда вы решили, что у вас не всё в порядке с гормонами, это для меня большой вопрос. Самый-самый большой вопрос. Опять же, ладно, если бы вы там, не знаю, не учились там, но красный диплом, то есть вы умная девушка. Почему вы считаете, что это не нормально? Вопрос большой. И здесь, опять же, я могу только поддержать своего коллегу в том, что он сказал, что вы зависите от меня от своей мамы. То есть мама считает, что вас тут не тот гормон, и вы считаете, что вас тут не тот гормон. А то-то мама просто не может позволить себе быть счастливой и не может устраивать отношения с мужчинами, и пытается это же транслировать вам. Но это как-то забывается. То есть, понимаете, у вас есть желание, вы свои желания сейчас подавляете. Вот для себя вы делаете неправильно. А представьте себе, что это вы спокойно занимались сексом с молодым человеком, да? Ну, вот вы ему доверяете, вы как бы его знаете, да, у вас все хорошо. Вы просто занимаетесь сексом, как любимые люди, что нормально абсолютно. И не надо было никаких писем, не надо было ничего тогда. И мама бы не узнала ничего, и все было бы здорово. Понимаете? Да, она бы говорила вам эти вещи, потому что заметила бы изменения, безусловно, но доказательств у нее никаких бы не было. Понимаете, если ваша мама не гинеколог. То есть, мое мнение такое, что вы сами эту ситуацию спровоцировали. Как бы. Я понимаю, что не специально, но спровоцировали вы эту ситуацию сами. Поймите, вы хотите сделать все правильно, как говорит мама. Но, как говорит мама, вы не сделаете никогда, потому что вы не мама. И вы никогда ее не удовлетворите, потому что она вас, безусловно, не принимает. Если человек кого-то, безусловно, не принимает, он не сможет принять никогда человека. Вот. И... Ваш выбор, ваше решение, оно принято. Не вами, а, собственно, вашей мамой. И... В этом контексте вы... Не то чтобы неправильно поступили. Вы, скорее, поступили против своей природы и против своих желаний. А значит, себе навредили. Понимаете? Вот. Но... Можно ли считать, что вред себе — это неправильно? Можно ли считать, что вред себе тем, что характеризует человека как неправого? Да? Я думаю, да. Я думаю, человек не прав, когда он вредит себе и когда он вредит другим. Вот вы не навредили своей маме, но навредили себе. Себе. Вы не правы. А мама... А мама... Мама, она... В общем-то... Поступила так, как она поступала всегда. Да? То есть она... Вот она какая есть, она такая есть, она так и поступает. При неё можно говорить всё, что угодно, да? Что она неправа, что она контролирует, что она неправильно там ведёт себя, что она не имеет права вас обзывать и так далее. Да! Но с толку? Что это изменит? Ничего. Понимаете? Поэтому... Как бы... Это некорректный вопрос. На... На самом деле. Дальше. У меня есть молодой человек, пишите вы, которого я очень люблю и ценю. Ну, здесь, знаете, угадывается такой лёгкий налёт защиты. То есть вы как будто стесняетесь того, что у вас есть молодой человек. То есть по вашему мнению, где-то глубоко, скорее всего по мнению мамы, его быть не должно. Не должно. Не так давно наши отношения изменились. Сразу, что мы целовались с ней, но сейчас наоборот. Сразу, что нам обоим так понравилось, что нам захотелось большего. Вы понимаете, вы говорите об этом так, как будто это что-то необычное. Но на самом деле это абсолютно нормально. И вот то, что для вас это не нормально, это самое страшное. Понимаете? Это самое страшное. Вы настолько запрещаете себе хотеть, настолько запрещаете своим желанием реализовываться. Да я не знаю, что будет с вами дальше. Я не знаю, что будет, если честно, с вашими детьми, когда они вырастут. Я не знаю, может быть мы поторопились ли у нас гормонами и не всё в порядке, но мы стали, так сказать, приставать друг другу, ласкать эрогенные зоны в области половых органов. Ну, я не знаю, как вы это делали, да? То есть делали вы это в буквальном смысле или лишь только ограничивались прикосновениями. Вот, здесь вы этого не пишете, да и, наверное, может быть, не стоит это писать публично. Вот, но однозначно я могу сказать, что ни о каком отклонении здесь речь не идёт, ни о какой спешке здесь речь не идёт. Я бы даже сказал, что это должно было произойти гораздо более раньше, если вы встречаетесь несколько лет. Вот, так что это вполне нормально, абсолютно нормально. А вот теперь вам нужно постараться, например, мне или любому коллеге объяснить, почему вы считаете это ненормально. И вы так считаете или кто-то другой, например, мама. Это было так ново, такие необычные ощущения, и нам показалось, что так всё должно быть, что потихоньку мы приближаемся к сексу. Ну, правильно, только не стоит его канонизировать в секс. Мы уверены друг в друге, нам хорошо мы вдвоём, и я точно знаю, что его интересует не только моя грудь, но она заботится обо мне, побеспокоится. А вот здесь есть проблески неуверенности в себе у вас. Ну, это естественно, при контролирующей маме это нормально. Несмотря на всё наше увлечение друг к другу, мы наговорились до конца этого учебного года. Дальше заходить не будем, так как я хочу получить красный диплом и не залететь. Екатерина, вот скажите, вы заканчиваете колледж с красным дипломом. Его вот это вот серьёзно пишут? Может, я не знаю, вы, ну, шутите так над нами или что? Потому что, ну, как-то, знаете, в наше время, вот в 2017 году, от красного дипломника слышать подобные вещи в 18 лет, мягко говоря, странно. Вы не слышали о прерывании во время, во время полового акта, вы не слышали о средствах защиты, о контрацепции, таких специальных препаратах? Ну, я не знаю. Я не знаю, понимаете, Екатерина, вот вы пишите вроде серьёзно, но вот это, ну, я не знаю, что это. Понимаете, я не Екатерина. Относиться к этому серьёзно можно, но тогда у меня есть вопросы по поводу вашей зрелости психической. То есть, насколько вы зрелы, насколько вы ответственны за свою жизнь. Может быть, нет, но тогда как вы выстраиваете отношения с молодым человеком и учитесь на красный диплом? Вы противоречили. С другой стороны, угадывается, в общем-то, некая связь между тем, что вы имеете такую позицию, да, и тем, что вы оставили письмо маме. То есть, как бы, у меня такое ощущение, что вы, кроме как, вот, по учёбе, да, ни о чём не думаете, ничего не анализируете и не прогнозируете. Что, опять же, логично, причётом того, что ваша мама контролирует всю вашу жизнь. И отсюда вопрос. А красный диплом вам зачем? Также в последнее время мама как будто чувствует, что я изменилась. Да, естественно, она чувствует, она чувствует, что вы стали больше видеть себя как женщина и видит вас, свою соперницу, боится, что вы будете лучше неё. Это естественно. Стало больше думать о сексе, и она не один раз говорила много обидных вещей в мой адрес. Ну, тут, может быть, связано ещё с тем, что она сама без секса. Вот, и без мужчины. Значит, у меня не успел эта наследка исполнить, как я уже, в общем, я не буду это читать, да, понятно, как бы что она говорит. Вот, это проекция. То есть, это проекция её собственных желаний, которые она в себе подавляет и подавляет вас. Так. Пытается обесценить секс, грубо говоря, потому это, простите, но в 18 лет в современном мире женщина уже давно не девственница. И я не могу сказать, что это прям всегда плохо. Так, значит, хотя я ей не сказал про своё ограничение, но мне никто не верил. А зачем, во-первых, сказали? Во-вторых, для чего ограничения? В-третьих, кто именно вам не верил? В-четвёртых, зачем, чтобы вам верили? Сегодня случилось самое ужасное, что только могло случиться. Нет, поверьте. То, что случилось, это далеко не самое ужасное, что могло случиться. Я бы сказал, что... Не знаю, вы мне не поверите, но это здорово, что вы считаете, что то, что случилось, это самое ужасное. Так, когда я пришла вечером с подработки, а зачем вы работаете? А моя мама кинула письмо мне в лицо от моего молодого человека, обозвала и ушла в другую комнату. Дело в том, что у нас с моим мальчиком не очень мне понравилось, как вы называете его здесь мальчиком. То есть это вот почему вы называете его мальчиком, если ему, по идее, столько желе, сколько вам, да? Но вы-то себя девочкой не называете, а он почему мальчик? Ну, вот это вот, понимаете, принижение мужчины, да? Может быть, даже бессознательное принижение мужчины, оно, скорее всего, опять же, идёт от мамы. Иногда мы пишем друг другу, значит, письма, иногда это, так, иногда это просто какие-то истории надо рассказывать. А последнее бессознанное было о том, когда я рассказывал в подробности откровенно, как у нас принято про на вечер, когда мы во всю отдалились на волю и страсти. Я не очень понял, ну, то есть как бы по смыслу, не очень понял, но по факту я понял, о чём вы говорите. Обещания я так и держу, которая дала маме. А зачем вы дали маме обещания вообще? Для чего? Что это за обещания такие? Вы своей жизнью управляете или мама управляет? Какое маме вообще дело до того, как вы живёте? Вы что обязаны ей давать обещания? Знаете, то есть вот, ну, просто подумайте, зачем обещания-то даёте? Я была уверена, что если люди доверяют друг другу, им около 19, они влюблены друг в друга и сходят с ума друг от друга, почему бы потихоньку не приближаться к занятиям секса? Ну, правильно, да, так и есть. Но после того, как мне наговорила маме, я не знаю про Валю, я очень зла на неё, тем более она начала письмо в моём рюкзаке. Зачем она полезла, я не знаю. Затем и полезла, чтобы подтвердить наличие вас в интимной жизни. Вот. Тут у вас противоречия. Я не знаю про Валю, я очень зла на неё. Так из-за чего вы на неё злые и почему считаете, что неправы? Вот противоречия. Или вы злые на неё за то, что она заставила вас усомниться в том, что вы думаете и в том, как вы считаете? Нет. Это может говорить о том, что вы в себе не уверены, потому что по факту, по факту в жизни вашей будет много историй, много случаев, когда свою точку зрения, да, придётся защищать. Понимаете? Вот. Придётся защищать свою точку зрения. Такие моменты будут. И поверьте мне, не от мамы, да, не от мамы будете вы защищать свою точку зрения. А от людей куда более серьёзных. И куда более наглых. И по куда более серьёзным вопросам. Знаете? Поэтому, если вы злитесь на маму за то, что она вас заставила сомневаться в своей позиции, тут не злиться нужно, а увидеть это так, что идёт проверка. проверка вашей, ну, скажем так, уверенности. Вашей уверенности в том, что вы считаете, в том, что вы думаете и так далее. Вот. Понимаете? Какие моменты? Вот. Так что, я полагаю, вот так вот можно ответить вам на ваш вопрос. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.